Когда мы вяжем колготки, ластовица вшивается в верхнюю часть, причем ластовица не симметричная, я сгибаю ее пополам, короткая часть идет вперед, длинная часть идет на спинку. Центр, самый широкий уголок нашего, зеленый, потому что у меня первые полосочки зеленые, так вот зелеными я их и вошью, для того, чтобы ластовица просто потерялась на фоне рисунка. Берем булавки, булавками прикалываем нашу ластовицу, сначала к одной ножке, потом к другой, лицом к лицу, видите, центральная часть зеленая, значит зеленый и будем прикалывать. Совмещаем широкие края зеленой части между собой и с краем нашей ластовицы. Раз, совместили, два, так чтобы полоска зеленая выходила из ластовицы, из колготок и все это было ровненько. И дальше совмещаем полоски, просто совмещаем их, чтобы все было одинаково. Прикололи с одной стороны, прикалываем с другой. То же самое, полоски должны быть совмещены. Так можно совмещать абсолютно любой рисунок, чтобы у нас ластовица не выделялась. Если у вас однотонные колготки, то вообще с этим никаких проблем. Самое главное, эту ластовицу пришить ровненько, тогда она вообще не будет заметна. Вот, пришита с одной стороны. В принципе, мы ее можем и вшить, для того, чтобы приколоть ее с другой стороны точно так же, симметрично. Видите, самая широкая часть, прикалываем ее с другой стороны и пришиваем одновременно с двух, сначала ластовицу к одной ножке, а потом одновременно ластовицу и саму линию шага по второй стороне. То есть, вот таким вот способом ластовица пойдет вверх, острый кончик с одной стороны, острый кончик с другой стороны. То есть, эта ластовица пришивается по вертикальной части колготок. Вторую прикалываем аналогично и просто их сшиваем между собой. Получается очень ровно и практически незаметно, потому что рисунок у нас по полоскам сбить не будет. Вот так мы вшили ластовицу. Передняя часть покороче, задняя часть подлиннее. Ластовица дает абсолютную свободу движения, нисколько не сковывает и исключает возможность порвать шаговый шов при резких движениях. Вшивается очень легко и если ластовица будет повторять узор колготок, то она практически незаметна. Таким способом можно вшивать ластовицу не только в колготки, но и в детские брючки. Особенно если брючки стали малы, вшивание ластовицы исправляет такую ситуацию. Брюки расширяются в сторону и ребенок может ходить в них еще какое-то время. То есть не надо переделывать сразу. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте Избави Зальни. Ваша Наталья Некрасова.